Всем здарова! С вами Руслан. И как вы догадались, это очередной пивной обзор от канала Самото. Сегодня у нас на обзоре, я надеюсь, интересное пиво. По крайней мере, по той описательной и составляющей части оно таким должно быть. Это Саур Эль от Лицкого из коллекции Майстра. Погнали! Вообще, в принципе, я очень положительно отношусь к линдской крафтовой теме. Вы, я думаю, видели предыдущий обзор этой коллекции. Прикол в том, что они стараются делать что-то необычное, что-то такое нестандартное даже из мира крафта. Я думаю, что это, наверное, единственные производители крафтового пива заводского и незаводского в Беларуси, которые действительно пытаются делать что-то вообще невероятное. И сегодня у нас кислый Эль с добавлением клюквы. То есть, уже должно быть интересно. В данном напитке используется бельгийский кислый солод. Название не буду упендриваться, не буду называть. Вы увидите его здесь. Ну и, конечно же, сам сок клюквы. Это должно быть очень интересно. Вообще, в принципе, судя по моим видосам, у меня очень разное отношение к Клицкому. Но мне кажется, что в современном мире так и должно быть. Любой бренд, он должен быть либо каким-то сверхкрутым, либо даже этот же бренд каким-то сверхнеочень, чтобы люди не были безразличны. И к безразличным сортам, я думаю, что отношение такое же. То есть, может быть, всегда, например, пиво очень хорошее, такое хорошее, хорошее. И все, люди быстро такое забудут. А если пивоварня пытается что-то делать там, когда-то получается, когда-то нет, ее всегда обсуждают. И это, мне кажется, очень клево для развития бренда. Ну что, запах уже отсюда чувствуется клюквы. Очень интересненько уже сразу же. Хоть я не такой любитель клюквы и клюквенных напитков, но я сразу же узнаю этот запах. Горечь этого пива, насколько мне известно, 10 IBU. Если вы не в курсе, что это означает, обязательно пересмотрите видос там, где я обозреваю пиво Бирбанк, крафтовое белорусское. Там я это все объясняю, разъясняю. Так что пересмотрите, если вы его не смотрели и не понимаете, о чем я сейчас говорю. Ну, вкус очень приятный. Легенький, такой ненапрягающий. Я бы сказал, чем-то напоминающий вот именно морс такой вот клюквенный. То есть присутствие клюквенного сока здесь 100% есть, потому что не то, как в запахе чувствуется, но и во вкусе. Ну, и это не такой вот кислый эль, который вы представляете, скорее всего, когда читаете, о, кислый эль, значит, там что-то должно быть такое мега жесткое. Здесь вкус, он приятный. Приятный, с легкой кислинкой в послевкусии. Тоже остается такая легенькая клюквенная кислиночка. В общем, это реально прикольно. В принципе, я даже не знаю, с чем это сравнить. Это не сравнишь с радлерами, потому что все-таки в радлерах вкус он какой-то такой более искусственный. Здесь же он более натуральный, более тонкий. В общем, по кайфу, это реально по кайфу. Как раз-таки вот в разгар лета такое вот пиво взять пару бутылочек на пляж, ну, кажется, градуса не сильно много. 3 в 9. Ну, то есть, это нормально, в принципе, для того, чтобы отдохнуть там на природе, на пляже. Приятненький вкус, не напрягающий. В общем, это реально неплохо. Как всегда, Лицкая выпускает в коллекции мастера все в ограниченном количестве. Так что, в принципе, у вас, я думаю, еще летом есть шанс заценить такое интересное пиво. В общем, это действительно достойный напиток. Переходя к оценкам, вы, я думаю, уже догадываетесь, что это пиво получит высокий балл, так как, в принципе, необычное в положительном смысле пиво. Я всегда оцениваю высоко. Что можно сказать по этому пиву? Но оно... Хотя, в принципе, я бы даже не сказал, что оно только летнее. Все-таки напоминание советского прошлого, когда еще закатывались компоты, всякие морсы. и, в принципе, круглогодично мы употребляли раньше всякие ягодные напитки. Я думаю, что, в принципе, и зимой взять бутылочку, укрыться теплым пледом и насладиться этим напитком тоже будет довольно-таки интересно. но на лето, да, это на лето это очень хороший, легкий, освежающий напиток. Ну и что-то я затрынделся, оценку я бы поставил ну, я думаю, 9 баллов. Почему 9? Да потому, что это действительно круто, это очень очень интересный напиток и советую всем его заценить. По кайфу, особенно в летнюю жару, которая у нас сейчас хорошо. Ну а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какой пивасик вы любите употреблять в знойную жару. Всем пока! И это само ТОП!